Покушение на жизнь двойного агента в Великобритании. Бывший российский офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию с признаками сильного отравления. Обстоятельства случившегося загадочные. Им стало плохо прямо на улице средь бела дня. Какие версии полиции, что могло стать причиной покушения в материале нашего британского спецкора Светланы Чернецкой? Уже вторые сутки врачи борются за жизнь 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии. В реанимацию их забрали из этого парка. Люди увидели мужчину и женщину без сознания на одной из скамеек. Издали казалось, что они пьяны или находятся под воздействием сильных наркотиков. Их состояние ухудшалось прямо на глазах у прохожих. Создавалось впечатление, что женщина мертва. Ее глаза были широко открыты и полностью белые. А дальше и мужчина застыл. Он тоже побледнел и у него началась рвота. Скамейку, где нашли бывшего офицера Гру с дочерью, тут же накрыли палаткой. Парки, соседние улицы тщательно продезинфицировали. Специалисты химзащиты также работали возле больницы, где находятся пострадавшие. Для перестраховки полиция оградила ресторан, куда наведывался Скрипаль с дочерью, и соседний паб. Нескольких сотрудников служб экстренной помощи тоже отправили в больницу с симптомами отравления. Большинство уже выписали домой. Пока полиция не спешит с выводами. Мы призываем людей не спекулировать версиями и пока не называем это контртеррористическим инцидентом. Мы рассматриваем все возможные версии и продолжаем расследовать и анализировать эту ситуацию. Сначала расследованием занималась местная полиция, но несколько часов назад дело взял под контроль отдел по борьбе с терроризмом. Криминологи проводят токсикологический анализ, пытаются понять, чем отравили пострадавших. Среди версий фентанил, это опиоидный анальгетик, применяется в анестезиологии. Пресса сразу же провела параллели с убийством бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне. Его отравили радиоактивным полонием. Хотя было бы неправильно делать поспешные выводы, но я могу заверить вас, если появятся доказательства, которые укажут на ответственность другого государства, то правительство Ее Величества будет действовать должным образом. Это не останется без наказания. В Кремле отвергают обвинения в причастности к отравлению. Даже обещают помочь с расследованием. Сергей Скрипаль работал в Главном управлении Российской военной разведки. В 2006-м его осудили за госизмену, обвинили в работе на британские спецслужбы. Скрипаль отвечал за подбор кадров, поэтому мог быть очень полезным для Ми-6. Мог раскрыть имена многих агентов ГРУ по всему миру, в том числе в Западной Европе. В 2010-м экс-полковника помиловали и обменяли на российских агентов, задержанных в США. С тех пор бывший спецагент поселился в небольшом тихом городке Солсбери в Англии. Жил на государственную пенсию. Постоянной работы у него не было. Время от времени наведывался в военные академии, читал лекции о ГРУ. Также подрабатывал консультантом. И в отличие от Александра Литвиненко, ничем не выделялся. Не критиковал российский режим, не контактировал с прессой. Воспоминания о прошлом держал при себе. Мотивы покушения полиции еще предстоит определить. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Если же выяснится, что за отравлением бывшего шпиона стоит Москва, Великобритания будет бойкотировать чемпионат мира по футболу в России. Об этом заявил министр иностранных дел Борис Джонсон. И предупредил о возможных новых санкциях против Москвы.